Волков Александр Александрович В 1889 году в выставке Рыбникова Алексея Саныча, замечательного художника, главного охранителя и реставратора Третьяковской галереи, ученика Ларионова, прекрасного живописца, работы которого по «Игре судьбы» попали в основном в музей Савицкого Виталия Чехнокуссия. И вот здесь возникает та параллель, как собирались разные коллекции. Это было первое знакомство, это еще не было галерея А3, но она уже функционировала в этом помещении. И Виталий Капачев тогда был молодой сотрудник, только начинал свою творческую деятельность. Потом стал директором галереи и должен сказать, что на протяжении вот уже почти 30 лет, наверное, у нас происходят творческие какие-то встречи. Иногда часто, иногда период времени удлиняется. Были персональные выставки у меня и с сыном, и участие в музеях, таких как Истринский, Подмосковный, который показывал свою коллекцию, где были мои работы, в помещении этой галереи. И вот здесь, в данном случае, мне хотелось бы сказать о том, как иногда создается коллекция. Вот Игорь Виталиевич Савицкий привозил внуку с работы из Москвы, из Ташкента, из других городов. Очень часто не успевал юридически даже как-то это оформить. Сложилось удивительное собрание, которое сейчас известно во всем мире. Созданный энтузиазмом одного человека. Потом со временем мы его там и описали, и создали всю документацию и так далее. И поэтому, когда сейчас говорят о том, что в галерее А3 с документацией не все в порядке, это не коллекция, это картинки. Мне странно от деятеля, так сказать, управления культурой слышать такие слова. Как можно называть картинками или бумажками, рисунками собранию художников? Там и мои работы есть в этой коллекции. Я достаточно уже уважаемый художник. Мои работы есть и в Третьяковской галерее, и в Русском музее, и в Пушкинском музее, и в Истре, и вообще в 10 музеях Советского Союза. И таких художников очень много в этой коллекции, потому что как-то как будто не так написана бумажка, коллекции как бы не существует. Во-первых, это неправда, коллекция вся документирована. Мало того, эта галерея является местом, где новое поколение молодых художников может встречаться, имеет площадку для выставок, для дискуссий, для живого творческого обмена. Естественно, может быть, это не приносит коммерческого дохода, там билеты не приносит, но не приносит искусству коммерческого дохода. Оно приносит потом, через 100 лет, когда художник умирает, потом начинает торговать его картинами. Хоть Шагала возьмите, хоть Пикассо, хоть кого хотите. Я уж не говорю о Вангоне. Поэтому такое отношение к галереям, предъявлении финансовых каких-то обязательств, что она должна зарабатывать деньги. Неужели государство наше не может понять, что нужно поддерживать художников, хотя бы там, где они сами существуют. Не такое большое финансирование отпускается этой галереи. Она держится на энтузиазме работников, на энтузиазме большого круга художников, которые объединилила эту галерею. Сколько прошло за это время интереснейших выставок. И вклиниться в эту работу в этот момент, мне кажется, это просто удивительный факт. Это непонимание роли культуры. Сколько людей приходит в эту галерею. Уже достаточно для того, чтобы она существовала. Лишить эту площадку, перепрофилировать ее на какое-то другое коммерческое предприятие под видом выставочной галереи, это, я считаю, просто преступление, даже не безобразие.